На круглом столе отметили, что с нового 2020 года будет запущен новый проект о заявительном характере получателей средств технической реабилитации. Специалисты Рязанского регионального отделения Фонда социального страхования ожидают обратной связи от родителей детей-инвалидов. Порадовала также информация о том, что в Рязани на ортопедическом производстве запускаются новые технологические линии и люди, нуждающиеся в средствах технической реабилитации, это в протезах, например, могут скоро иметь возможность приобретать протезно-ортопедические изделия новейших технологий. Также на круглом столе рассказали, что сейчас реализуется пилотный проект, который носит название «Социальный персональный информационный навигатор». Цель проекта – введение в региональных отделениях Фонда системы предварительного уведомления представителей детей-инвалидов о праве на обеспечение техническими средствами реабилитации протезно-ортопедическими изделиями. Реализация этого проекта на территории Рязанской области с 1 января 2020 года поможет семьям с детками, которые имеют инвалидность, больше знать о своих правах, больше получать информацию о сроках пользования техническими средствами реабилитации, о сроках наступления права на получение новых технических средств. Конечно, большая категория граждан все еще нуждается в поддержке государства, именно в социальном страховании. Что касается дефицита средств реабилитации, то здесь ситуация такова. В 2019 году Фондом социального страхования удовлетворено практически 95% поданных заявок на обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидам и реализованных бюджетных средств 99,7%. Это цифра прогнозная, но мы уже ее знаем и надеемся, что она не изменится. В ходе круглого стола обсуждались и вопросы, касающиеся внедрения инновационных технологий и разработок. Теперь возможным станет получить протез, изготовленный на 3D принтере. Много внимания уделяется Фондом социального страхования появлению новейших инновационных технологий, но даже в области протезирования. К примеру, нами было успешно реализовано в прошлом году протезирование на базе нашего протезно-ортопедического предприятия двух деток-инвалидов с врожденным недоразвитием конечностей. Уникальность этого протезирования заключается в том, что эти протезы для них были распечатаны на 3D принтерах. Этот уникальный вид протезирования стоит на стыке медицины и робототехники. Олеся Котровская, Греглотов, телекомпания «Город».